Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург. 92,3 FM. Картина дня. Приветствую всех, кто слушает сейчас Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. И, конечно же, сегодня в это самое время в картине дня вы узнаете самые свежие новости, которые случились, произошли в нашем регионе, в Свердловской области. Зовут меня Людмила Варакина. Помогает мне сегодня вести эфир. Но, конечно же, не за микрофоном, а за пультом. Звукорежиссер Михаил Кукурузов. Привет-привет всем вам огромнейший. И хочу напомнить традиционные наши контакты, наши координаты, потому что эфир у нас интерактивный. Мы принимаем звонки, мы принимаем ваши сообщения. Поэтому не стесняйтесь, пишите, звоните, общайтесь, подключайтесь к нашему разговору, потому что говорить мы будем об очень интересных новостях, об очень актуальных новостях, о новостях, которые касаются абсолютно всех жителей Свердловской области. Вне зависимости от того, где вы сейчас находитесь, где вы живете, в большом или малом населенном пункте, то, что я вам расскажу, прямо с сегодняшнего дня будет касаться каждого. Итак, напомню, телефон прямого эфира 3850923-3850923, код города 343, ватсап плюс 7953-3850923. Ну что ж, поехали. С сегодняшнего дня, 29 октября, в Свердловской области вступает в силу указ губернатора, который ввозит новые коронавирусные ограничения. Вот список правил, если вы еще их не знаете, то, пожалуйста, выучите, послушайте и обязательно применяйте, потому что если вдруг вы одно из этих правил нарушите, то штрафные санкции будут большие. Итак, носить в Свердловской области необходимо, нужно и обязательно защитные маски везде и всюду, причем не только в закрытых помещениях, как это было ранее, но также и на территориях общего пользования, то есть на улице на открытом воздухе. Все жители и гости Свердловской области обязаны соблюдать социальную дистанцию полтора метра везде, в том числе, внимание, в общественном транспорте, исключение такси. Я не знаю, как это вообще возможно в общественном транспорте соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Вот я сегодня ехала на работу в 7 утра, и, вы знаете, трамвай был переполнен, и какие там полтора метра. Люди буквально дышали друг на друга, нависали друг над другом, и я понимаю, что невозможно никакую социальную дистанцию, по крайней мере, сейчас в городе Екатеринбурге, не говоря уже о Нижнем Тагиле и о других городах нашего региона, соблюдать. Кстати, я пыталась получить комментарии от трамвайно-троллейбусного управления города Екатеринбурга, а также от екатеринбургского метрополитена, будут ли какие-то дополнительные транспортные средства вводиться, будут ли чаще ездить, не знаю, то же самое метро, трамвай, троллейбусы. Но вот, к сожалению, мне комментарии так и не дали, сказали, что этим занимается администрация города, и администрация города трубки не берет. Ну, в любом случае, мы обязательно уточним эту информацию и завтра, ну, либо там на следующей неделе, вам все расскажем. Ну, и еще по правилам, которые в соответствии с указом губернатора, с сегодняшнего дня в Свердловской области действуют. Кафе, рестораны, бары должны прекратить работать с 23 часов до 6 часов утра. Исключение делается для тех, кто обслуживает гостей, что называется, на вынос, доставляет блюда в ночное время. Ну, и также разрешено работать столовым, где круглосуточно питаются сотрудники предприятий и должны работать заведения общепита на вокзалах в аэропорту. Ну, и еще владельцы кафе, ресторанов, баров, а также владельцы такси обязаны оснастить рабочие посадочные места защитными экранами или зонирующими перегородками. Ну что ж, подробнее об этом мы сейчас и будем разговаривать с нашими экспертами. Что касается ресторанов, рестораторы, владельцы точек общепита пока не готовы устанавливать никакие прозрачные экраны, зонирующие столики делать, так как четкого регламента, как это должно выглядеть, каким образом крепиться, что это такое, пока нет. Вот что рассказывает нам ресторатор Олег Ананев. Рестораны и так пустые сейчас, поэтому сейчас вот этот, он не решит принципиальной картиной. Если это, конечно, не ночной клуб. Ночной клуб, да, вообще конец. Ресторанам вообще не повлияет, насколько, ну, может, пятница, суббота, может, это сейчас, может быть, актуален. Конечно, если там жесткие меры, штрафные санкции, там, переменишься, были и все. Все, конечно, никуда мы не денемся. Вот, пока вот этой конкретики нет, никто не будет ничего даже дергать, потому что это, во-первых, смешная мера, в общем, она, она как бы неактуальна, видно, что просто для галочки. То есть так же отношение к ней у всех. Ну, если там, что называют, заставят, мы будем что-то придумывать. Кстати, сами рестораторы уверены, что в их заведениях и так соблюдаются все требования Роспотребнадзора. Вот комментарии владелец ресторанов «Мио» и «Миссис» Лейлой Джатоевой. На сегодняшний момент все эти меры носят рекомендательный характер. Ну, вот на сегодняшний момент введение вот этого комендантского часа с 23 до 6 утра. Конечно же, если будет, скажем так, указ об этих ограничительных мерах, в принципе, мы были готовы к подобного рода ограничительным мерам. И на рестораны дневного цикла, вот как, допустим, наши рестораны, это не особенно повлияет. Поэтому мне единственное, конечно, очень жаль тот ночной бизнес, потому что это в любом случае бизнес, это удар по бизнесу. Но я еще раз утверждаю, как и раньше утверждала, и хочу донести до наших гостей, ресторанный бизнес – это самый стерильный бизнес на сегодня. То есть нами приняты всеми рестораторами, приняты максимальные меры. То есть это и маски, это и дезинфекторы, это и расстояние между столами, это и обслуживание в масках и в перчатках, это и обработка всех предметов интерьера и всех ручек средствами дезинфекции. То есть ничего на самом деле не поменялось, и это все применялось 1 июля, когда нам разрешили работать в ранды. И до сегодняшнего момента мы это все исполняем и будем исполнять, потому что в первую очередь нам очень важна наша безопасность и безопасность наших гостей. С сегодняшнего дня всех таксистов без защитных экранов между сидениями тоже начнут штрафовать. Вот как комментируют эту инициативу главы нашего региона, автоэксперт Кирилл Фарманчук. Если речь идет о таком капитальном переоборудовании, что оно будет стационарно установлено в плане прикреплено к каким-то частям автомобиля, не просто как видеорегистратор на лобовое стекло, а какая-то штатная перегородка будет, которая отделяет, например, водителя. Вообще я не представляю, как это должно выглядеть, но это в любом случае внесение изменений в конструкцию автомобиля, и оно должно регистрироваться в органах ГИБДД. Я думаю, надо вообще обратиться с этим вопросом к губернатору, который подписывал этот указ, чтобы он разъяснил, что же он имеет в виду под установкой перегородок. Либо он хочет водителя отделить от пассажиров, полностью отделив, собственно говоря, контакт водителя, либо он хочет пассажиров между друг с другом отделить, то это тогда надо каждое место выделять, там, прорезать сиденья, не знаю, какие-то конструкции, там, городить. Опять же, как же средний пассажир будет входить, как передний пассажир будет входить. То есть я думаю, сначала стоит, собственно, думать, прежде чем подписывать указы, которые влияют на жизнь миллионов людей в своем регионе. Как это будет и как это должно быть, и что они под этим подразумевали вообще, я даже не представляю, у меня даже фантазии нету. Как нужно отгораживать и кого. Кстати, мы пытались сегодня получить комментарии у ГИБДД региона. Является ли установка вот этих самых защитных экранов между сидениями в такси такой специальной штучкой, которую необходимо регистрировать в ГИБДД или не нужно регистрировать в ГИБДД. Что это за прозрачные перегородки и листы, есть ли у них какие-то там, не знаю, ГОСТы, стандарты, будет ли это мешать обзору водителей, потому что зеркало заднего вида не факт, что будет отражать все то, что происходит сзади. То есть будет ли это противоречить правилам дорожного движения или не будет. В общем, эти вопросы мы сегодня задали представителям ГИБДД и, к сожалению, тоже мы не смогли получить ответы. Пресс-служба ГИБДД города Екатеринбурга написала таким образом. Нужно в каждом случае разбираться индивидуально. Я не знаю, готовы ли таксисты индивидуально разбираться или не готовы, но это очень сложный вопрос. Кстати, на сайте урал.кп.ру, если вы сможете туда зайти, если вы сможете даже прямо сейчас обратиться к этому нашему главному и основному сайту, где огромное количество информации, новостей, видео, фото, эксклюзивных материалов и интервью публикуются, так вот там есть информация от самого крупного агрегатора, от Яндекс.Такси, которая сказала, что за сутки переоборудовать 20 тысяч машин согласно указу губернатора. Это нереально. При этом заметим, что наши гости, которые приезжали сегодня на утренние эфиры, говорили, что в центре города стоят представители ГИБДД, которые останавливают таксистов, ну и, видимо, штрафуют, видимо, не знаю, разговаривают. То есть что-то происходит. Но что, пока мы не знаем. Уважаемые таксисты, если вы нас сейчас слушаете, если вы готовы присоединиться к нашему разговору, даже анонимно, позвоните к нам и расскажите, установили ли вы этот защитный кран, готовы ли вы его восстанавливать. Вообще, может быть, ГИБДД сегодня вас уже оштрафовало. Телефон прямого эфира 385-0923, 385-0923, WhatsApp, плюс семь, 953-385-0923. У нас сообщение от Андрея Серова пришло, который пишет, что у нас в Серове уже полторы-две недели в магазинах не обслуживают без масок. Так что почти все посетители в масках, но уровень заражения такой же, как и весной, когда люди забивали на маски. Получается, что маска-то не панацея. Радио «Комсомольская правда», радио про настоящее. Мы сейчас обсуждаем вместе с вами, уважаемые радиослушатели, указ губернатора, который вступил в силу с 29 октября, то есть с сегодняшнего дня. И согласно этому указу, у нас вводятся новые коронавирусные ограничения. В первой части программы мы услышали мнение рестораторов, что они думают о том, что некоторые бары, кафе и рестораны закрываются с 23 часов до 6 часов утра, а также готовы ли они защищать посадочные места защитными, зонирующими перегородками или экранами. Мы услышали мнение автоэксперта Кирилла Фарманчука по поводу такси, как переоборудовать их этими самыми защитными экранами. Ну, а сейчас я предлагаю послушать, что же медики-то считают. Потому что эксперты-медики, ну, некоторые, по крайней мере, из них, считают, что подобного рода ограничения вряд ли способны обеспечить эффективную защиту от коронавирусной инфекции. Вот как говорит врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. Это такие очень паллиативные решения. Потому что, ну, первое, вот у нас почему-то меры, вот связанные с социальным дистанцированием, они вводятся как директивные меры. Уже заранее понятно, что директивные меры предполагают за собой обязательность контроля, иначе смысла нет в введении директивной меры. Как контролировать объективно, насколько люди придерживаются дистанции полтора метра в транспорте, я себе не представляю это вообще возможным. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что изначально-то оценивалось, вообще возможность-то такая есть, чтобы люди вот так не набивались в транспорт. Ведь люди набиваются в транспорт по причине другой, потому что либо не хватает транспортных маршрутов, либо не переполнены на каких-то направлениях, либо до сих пор продолжается, ну, большая активность людей, они ездят в торговые центры на работу, отвозят детей куда-то. Ну, то есть немножечко с другого конца заход. То есть мы пытаемся ограничить людей в расстоянии внутри транспорта, не думая о первопричинах, почему там так много людей, и не влияя на первопричину. Поэтому эта мера, она неисполнима без влияния на первопричину. Люди также будут ездить, вынуждены стоять в транспорте близко друг к другу. Это первый момент. И проконтролировать это невозможно. Исходя из этого, мера получается, ну, такая, как бы, пустая. А относительно перегородок в такси, ну, наверное, это какой-то смысл имеет, в большей степени даже защита таксиста от постоянного, ну, какого-то риска инфицирования. Но это никак не повлияет, опять же, на массовое распространение инфекции. То есть, потому что, ну, это, опять же, не то место, где активно распространение инфекции происходит. Это не тот кейс эпидемиологический. Вирусу нужны группы людей. То есть, уже давно показано, что 10% инфицированных распространяют 80% инфекции. Это суперспреды. Для этого нужно, чтобы человек инфицированный попал в группу людей в определенных условиях. Замкнутые помещения, закрытые, с плохой вентиляцией. То есть, вот эти ситуации надо профилактировать. А второе, это, там, внутрисемейное распространение. Поэтому здесь нужно сделать, ну, предпринимать меры, которые ограничат выход людей, заболевших, например, там, даже за получением больничного за тем же. Ну, пусть сидит дома человек заболевший, а не ходит куда-то в аптеку или, там, в поликлинику, вот, наверное, вот эти меры даже больше помогли бы. В Свердловской области за минувшие сутки подтвердилось 290 случаев коронавирусной инфекции. Вот такие цифры, они увеличиваются с каждым днем все больше и больше. И на нашем сайте вы можете найти истории пациентов, которые заболели коронавирусом, но из-за трудностей в работе поликлиник, скорой вынуждены лечиться дома. Либо рассказывают про многочасовые очереди на КТ, на МАЗОК, очереди в поликлинике к терапевту, закрыть или открыть больничные. Ну, вот недавно, кстати, мы писали про Екатеринбуржца, который рассказывал, что же происходит в центральной городской больнице номер 24, куда привозят пациентов с подозрением на коронавирус, чтобы сделать КТ. Зовут его Алексей Садовский. Если вам интересно, вы можете зайти, почитать, узнать эту его историю. Ну, а сегодня мы поговорили с Марией, которая с понедельника лежит в больнице номер 40. Но, кстати, КТ легких ей не сделали до сих пор. Сказали, что будет только в пятницу делать это самое КТ. Мария, наверное, одна из немногих, кто довольна екатеринбургскими медиками и лечением. Я вообще понимаю, что мне, видимо, очень сильно повезло. Потому что то, что в интернете, думая, что то, что в интернете что-то неправда, мне кажется, что это все-таки кощунство. А, значит, я действительно, я начала вызывать врача в понедельник утром, где-то с 8 утра. В регистратуру поликлиники я не могла дозвониться, там было такое ощущение, что трубка просто снята. То есть там все время была занята. Скорость я звонила достаточно долго. Ну, как долго? Может, полчаса. Вот так вот. То есть до скорой дозвониться, это прямо вот был труд. Но приехали они где-то минут через 40. Но я сразу сказала, они у меня спросили, я сразу сказала, что как бы я чувствую себя так более-менее, и угрозы жизни нет. То есть я не задыхаюсь. Но я сразу сказала, что я контактная. Приехала скорая, две молодых девушки, измерили мне давление, пульс, температуру, и, значит, сказали, что они меня госпитализируют в 40-м больнице. Вот. Мы поехали, когда на скорой, мы очень долго ждали оформление. То есть оформление было буквально 40, по-моему, минут. Это вот я ждала в скорой около приемного отделения. И я посмотрела в окно, в заднее окно, там еще стояло две скорых. Это было время где-то полдвенадцатого, двенадцать часов дня. Вот. Потом меня привели в палату, но я не могу сказать, что как бы здесь много заняты палаты или нет, потому что я сижу, и они запускают. Весь медицинский персонал, они полностью одеты в очках или в щитках, в махотках, и в этих вот костюмах защитных. Это абсолютно все. У меня специально, меня не выпускают, у меня выход из палаты на улицу, как меня заводили в палату через него, но он сейчас закрыт. И выход в коридор, он не закрыт, но я, собственно, и не выхожу. И у меня в боксе, как бы такой тамбур небольшой, там раковины, но они для врачей. И окошко для передачи, вещей, еды, лекарств, как в тюрьме вообще. Только условия, конечно, получше. Кормят хорошо. Я лежу одна в палате. У меня палата, это я нахожусь в детском отделении. Это палата для мам, которые лежат с детьми. Врач сказала, что меня должны выпустить из больницы в воскресенье, если все будет хорошо. И тесты, и анализы, это все должны уже делать врачи-терапевты на дому. У меня не было высокой температуры. У меня была температура в субботу и в воскресенье, а в понедельник ее не было. И сейчас на всем протяжении, вот что я нахожусь, ее нет, но вот сегодня у меня 37. Что я хочу сказать про тест на ковид, сделали достаточно быстро. То есть я приехала в понедельник, делали во вторник с утра. Во вторник с утра вообще взяли и кровь, и все анализы, и тест. И тест был готов предварительно и в больницу уже с недвижением. В Средневосковской области медики не справляются со шквалом вызовов и количеством больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. По мнению врача, эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева, спасти может телемедицину. По всем мире однозначный тренд это развитие телемедицинских технологий, потому что по-другому обеспечить доступность вот на таких пиковых обращаемостях невозможно. Физически невозможно. То есть если врач вынужден обходить участки, он физически не может обойти там больше какого-то количества. Сейчас участковые терапевты выходят там 60-80 больных пытаются обойти за свою рабочую смену. Но это нереально физически. А обращаемость к нему на участке обслуживаемость она очень высокая. И врачи также болеют, поэтому и нагрузка на них еще увеличивается. Физически обеспечить личный контакт с пациентом невозможно. Поэтому это будет вызывать такую напряженность. Поэтому вот телемедицинское направление оно единственное, которое может разгружать амбулаторную службу. Доступность созвона, усиление там колл-центров, в которых находятся специалисты, которые могут профессионально отвечать на вопросы пациентов. Алгоритмизирование этой работы. Ну вот в такие пути только снятие нагрузки выпить подъем. Напоминаю, что мы сегодня обсуждаем указ губернатора об ужесточении мер, необходимости ношения масок не только в общественных местах, но и даже на улице. И о том, каким образом бизнес, рестораторы, а также владельцы такси вынуждены будут дополнительно закупаться для того, чтобы обеспечить требования указа губернатора. Если вы, уважаемые радиослушатели, ну, может быть, готовы с нами поделиться своими мнениями, рецептами, если вы водитель такси и вас сегодня оштрафовали, или, может быть, остановили и заставили эти самые экраны сделать, позвоните к нам в студию прямого эфира 3850923. Сообщение принимаем на WhatsApp плюс 79533850923. И зачитаю одно из сообщений. За прошлый месяц докторам не выплатили ковидные, врачей не хватает, уходят они из-за чрезмерной нагрузки. Жена-терапевт уходила в 7 и приходила в 10 вечера, поэтому она ушла на полставки, потом до свидос, оптимизация. Вот такое мнение. Ну, а сразу же после короткого перерыва, после новостей на радио Комсомольская правда, мы продолжим наш рассказ и ко мне присоединятся мои коллеги. Поэтому включаем, остаемся с нами и слушаем дальше. Радио Комсомольская правда, радио про настоящее. Ну что ж, мы продолжаем рассказывать о событиях, которые случились в нашем регионе, в первых двух частях нашей программы. Мы вместе с вами, с нашими экспертами обсуждали указ губернатора Свердловской области, который коснулся абсолютно всех жителей нашего региона. Продолжаем настаивательно о том, что необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски, маски, причем правильно носить маски. Ну, я предлагаю сейчас принять звонок, потому что есть радиослушатели. Здравствуйте. 385-09-23. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы в прямом эфире. Говорите. Я хотел бы поговорить по поводу вот этих новых поправок, да, по поводу такси. Да, конечно. Слушаем вас. Ну, смотрите, мое видение, мне кажется, я сам работаю в такси. Мое видение в ситуации, что просто люди перестанут, ну, то есть водители перестанут ездить на отклеенных машинах и будут ездить на обычных и товарищам из ГИБДД, то есть будет очень сложно найти, где такси, где обычная машина. Вот и все. А скажите, вот вы работаете на такси, правильно я поняла? Когда вы узнали о том, что вот по указу необходимо вот эти какие-то шторки или прозрачные краны ставить, вообще узнавали, сколько они стоят, сколько стоит установить их или даже не стали заморачиваться? Да, даже, конечно, не стали заморачиваться, просто убрали наклейки и все. Это гораздо проще, дешевле и выгоднее, чем вносить какие-то конструктивные там изменения в машину, ставить какие-то шторки, экраны прозрачные или еще что-то. Это бред, мне кажется. А это ваше ноу-хау или ваши коллеги подсказали вот так вот поступить? Это мои. Мне кажется, это самый реальный выход из ситуации и все. Еще один вопрос. Знаете ли вы, может быть, кого-то из ваших коллег, таксистов, сегодня утром останавливали, штрафовали из-за отсутствия вот этих самых экранов? Или пока еще такой информации нет в вашей среде? Ну, штрафовать не штрафовали, знаю, останавливали, спрашивали, но как бы есть шторки, нету, предлагали, как бы, что нужно будет установить. То есть, это все сейчас происходит пока на рекомендательном уровне. спасибо большое, что позвонили, да. А скажите, а скажите, вот можно вам вопрос задать такой? Слушаем, пожалуйста, пожалуйста, да. Не про такти, а, допустим, как вы думаете, насколько достоверны сведения про заболевших? Вы имеете ввиду про коронавирусную инфекцию? Да. Ну, я могу оперировать как журналист только к официальным данным, но вместе с тем я могу сказать, что эксперты, которые выступают на радио Комсомольская правда, в том числе эксперт лабораторной диагностики, врач Александр Соловьев, которого мы очень часто в качестве комментатора берем, потому что это практически единственный эксперт Свердловской области, кто комментирует все вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией. Вот я не знаю, почему оперативный штаб не выдает нам экспертов. Так вот, даже он считает, что у нас со статистикой это все-таки проблема. Более того, два дня назад мы в картине дня обсуждали вместе с ним вот эту историю по статистике, и он говорит, что статистика, она немножко разнится. То, что официально оперштаб дает, то, что на сайте полпреста, ну, и то, что по его ощущениям, по разговорам с медиком, все-таки статистика, она у нас немножко другая. Я вам хочу сказать, что статистика не то, что немножко другая, а в корне другая, потому что у меня есть очень хорошая знакомая, я не буду называть фамилию и должность по понятной причине, но могу сказать, что она работает в 23-й больнице. Разговаривал с ней на прошлой неделе. По статистике, в нашем городе было заболевших 153 человека по области там 280, ну, что-то там сколько. Она говорит, что они только в 23-й в одной больнице зарегистрировали 150 заболевших официально. То есть болеет один Альмаш у нас в городе? За один день зарегистрировали, вы имеете в виду? За один день, да. Официально было 150 по всему городу. Ну да, вот, кстати, за минувшие сутки к 29-му числу информация появилась, что в Екатеринбурге заболел 91 человек. Всего же по области подтвердилось 290 случаев коронавируса. Но это вот официальная статистика. Спасибо большое за звонок, за интересный рассказ Уважаемые радиослушатели, вы можете тоже присоединиться к нашему разговору 3850923. Это телефон прямого эфира WhatsApp плюс 7953 3850923. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что, конечно же, мы, как журналисты, не можем транслировать какие-то слухи и обязательно говорим, пишем, информируем вас, уважаемые радиослушатели, исходя из официальных данных. Официальные данные таковы, какие я вам только что сообщил. И на сайте ural.kp.ru Вы тоже можете каждый день читать, смотреть и принимать или не принимать. Подкаст от радио Комсомольская правда. Екатеринбург. 92,3 FM.